В понедельник в администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. Собравшиеся руководители района заслушали информацию о работе с населением по выдаче градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Теперь это можно сделать в многофункциональных центрах и на портале государственных услуг. Присутствующие выслушали анализ заработной платы работников учреждений культуры. Мониторинг по итогам 2017 года показывает, что сейчас она составляет более 96% по отношению к средней краевой зарплате по отрасли. Чистая работа – еще одна тема, которая всегда находится на личном контроле главы района. Что сделано для поддержания порядка, отчитались главы Ильского, Черноморского, Азовского и Северского поселений. В городских и сельских поселениях Северского района продолжаются открытые сессии советов. Очередная сессия прошла в станице Азовской. Глава поселения Алексей Подобный подробно отчитался о проделанной работе в прошедшем году и рассказал о планах работы администрации поселения в 2018 году. Все эти дела будем мы решать вместе. И самое главное, я хочу сказать, что только при серьезном взаимодействии населения и квартальных депутатов и администрации возможно то, что в 131-м федеральном законе называется местным самоуправлением. Очень надеемся на помощь Станичниковой, на решение вопросов чистоты, порядка и покосов. Депутаты совета оказывают главе поселения всестороннюю поддержку в решении насущных вопросов. Это газификация станицы Убинской, ремонт дорог и тротуаров, замена уличного освещения и система водоснабжения, поддержка молодежной политики, культуры, спорта, общественных и религиозных организаций. Но есть в поселении, по мнению жителей, и ряд проблем общего и частного порядка. Это низкое давление газа по улице Октябрьской, перепады напряжения и перебои со светом в двух домах по улице Матросова. Этими вопросами в ближайшее время займутся специалисты. На просьбу о расширении детского сада ответила заместитель главы района по социальным вопросам. В прошлом году, позапрошлом году мы построили модуль на сегодняшний день, пока среднего района не выделили. Своим бюджетом мы это строительство не сможем пока. Проблема, которую создают в первую очередь сами отдыхающие, и решать ее нужно сообща. Так Алексей Подобный ответил на вопрос о поддержании чистоты в местах отдыха жителей и гостей на природе. В целом, жители и депутаты поселения оценили работу главы удовлетворительно и выразили благодарность за проделанную в 2017 году работу. Только благодаря совместным действиям всех организаций в нашем поселении, возможно, вот такая высокая оценка нашей работы, наших подразделений. Смог создать из депутатов команду единомышленников, из казаков, из своей администрации. У него замечательный сам, который подставляет свое плечо в любое время суток. Его команда, девчонки, которые работают, вот знаете, не за рубль, который им платят, да, а за солисть и за то, что они не хотят подвести своего главу. И это очень важно, потому что один поле не воин, как известно. Алексей Владимирович, спасибо вам за готовность быть, всегда на связи. Мы спокойно живем, потому что бывает и река наша буянит, и бывает с водой проблемы, и бывает горит у нас посадка. Вот последний раз, два раза загоралась напротив интерната, я не успел добежать, а Алышев уже был там и лопатой тушил. Потом я подбежал, с замами начали все это делать. Такая оперативность не во всех администрациях. В Азовском сельском поселении, как и в районе в целом, предстоит еще многое сделать. И эта работа ведется уже сейчас. Очень важно для меня, как для главы района, когда на такие сходы приходят люди, говорят о своих проблемах, дают оценку действующей власти. Доверие должно быть к власти, уважение должно быть к людям, с которыми мы работаем. Сегодня я в этом кресле, завтра придет другой человек, послезавтра третий придет человек, но народ-то остается, люди остаются, проблемы нерешенные, они остаются. Поэтому нужно успеть за этот короткий промежуток времени, который нам доверили люди, сделать очень много добрых дел. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Алексей Концисвитний. Телерадиокомпания «Атаман». На минувшей неделе в поселке Ильском состоялась открытая сессия Совета городского поселения, на котором глава поселения Николай Головко отчитался о результатах своей деятельности за 2017 год. В мероприятии приняли участие глава района Адам Джарим, председатель районного совета Василий Папандополо, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, заместители главы, руководители различных структур и жители поселения. Выступая перед аудиторией, глава Ильского поселения Николай Головко затронул вопросы благоустройства поселения, организацию теплогаза, электро- и водоснабжения, содержание и средства дорог, обеспечение услугами торговли, бытового обслуживания, организацию досуга, развития физической культуры и спорта и многое другое, что дает представление о качестве жизни населения. Он рассказал о работе Ильской единой службы, наведении санитарного порядка, о зеленении, вывозе твердых бытовых отходов и поделился с ильчанами планами на текущий год. Мы планируем, что в 2018 году начнется строительство на стадионе «Юность» универсального спортивного комплекса. Мы вступили в краевую программу на ремонт зрительного зала Ильского дома культуры и постепенно будем обустраивать тротуары священия на улице. В заключении своего отчета глава поселения поблагодарил за понимание и помощь в работе главу района и Совет муниципального образования, депутатов Законодательного собрания Краснодарского края и руководителей предприятий. Слово предоставили ильчанам. Обсудили жители вопросы медицинского обслуживания в поселке. Волнуют граждан отсутствие врача-стоматолога в поликлинике. Главный врач Манолис Ананников пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Проблем в поселке Ильском хватает, но все же большинство жителей благодарили администрацию поселения за отзывчивость и оперативность в решении острых проблем. Работу администрации его главы Николая Викторовича признали удовлетворительной, в высокой степени эффективной, многогранной и выражает глубокую благодарность им дает. Ваш адрес – именно благодарственные слова, потому что и учащиеся, и родители, и учителя каждый день поднимаются в школу на уроки по тем ступенькам, которые мы и с вами сделали, потому что именно вы выделили средства денежные для того, чтобы это произошло в нашем образовательном учреждении. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев, поблагодарив главу поселения за слаженную работу как с жителями, так и с владельцами частного бизнеса. Помогать бизнес будет там, где существует хороший контакт с властью, там, где власть не отстраняется от проблем, которые есть у каждого, они есть не только у жителей, у бизнеса тоже много проблем, а находится в текстном контакте, находит общий язык, тогда все с удовольствием несут не только те обязанности, которые положены по закону, не только несут налоговое время, но и всегда готовы выполнять все социальные функции. Завершая открытую сессию, Адам Джарим обратил внимание на то, что жители Ильского поселения на встречах задают все меньше вопросов, что говорит о хорошей работе Николая Головко, и отметил, что необходимо продолжить социально-экономическое развитие поселения. В Станицыно-Водмитриевской состоялась открытая сессия Совета поселения. В повестке дня – отчет главы поселения о деятельности администрации за прошлый год. В мероприятии приняли участие глава района Адам Джарим, председатель Совета муниципального образования Северский район Василий Папандополо, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев, а также начальники различных управлений и служб. О проделанной работе за 2017 год и планах на 2018 рассказала глава поселения Елена Шамраева. В этом году нам необходимо решить вопросы замены опоры электропередач по улицам Первомайской, Красной, Ломоносова, Лермонтово, ремонт воинского захоронения на футоре Шуваев, ремонт асфальтового покрытия улиц Ломоносова, Красной, Горького. Из поручений 2016 года необходимо выполнить следующее – провести подключение уличного освещения стадиона, отсыпать Чебнем улицу для многодетных семей на хуторе Оазис, решить вопрос газификации нового микрорайона. Отдельно стоит отметить и решенный вопрос по выделению 18 земельных участков, которые получили многодетные семьи. К этим участкам нарезается дорога. Также нарезана и отгрейдирована дорога к участкам для многодетных семей в хуторе Оазис. Что касается благоустройства других дорог, то за год было отсыпано 12 улиц. Помимо этого, на территории Новодмитриевского поселения были установлены указатели улиц от центральных к примыкающим. Сегодня продолжается ремонт центральных улиц Станицы Новодмитриевской, а также активно ведется чистка ерека вдоль местных дорог. На сессии жители Новодмитриевской активно озвучивали острые и наболевшие вопросы. Их немало. Это и качество воды, и ее отсутствие. Недовольны сельчане дорогами. Они или плохо отсыпаны, или вовсе отсутствуют. Спрашивали также о возможности ремонта моста, об установке дополнительных остановок. Просили возобновить автобусное сообщение на торгово-развлекательный центр «Мега» и наладить работу сберкассы. Поддержка главы поселения. Моральная поддержка с вашей стороны, она очень важна. Хрупкая женщина. Если у нее пропадет настроение, поднимите руки, желающие есть стать главой поселения. Желающих нет. Очередь не стоит. Она у нас сильная. Поэтому я знаю, что она сильная. А если еще вы поддержите морально, а мы материальны, еще сильнее станет. Так или нет? Поэтому она сейчас очень старается. Я эти старания вижу. И очень важна ваша поддержка. Я как говорил, когда сидел, можно обхарить кого угодно. Махнуть рукой, сказать, что все плохо. Она встанет, развернется и уйдет. Все. Поэтому даю слово, что в ближайшие пять лет никого мы менять не будем. А будем помогать. Помогать, помогать и помогать. Митинг памяти на месте героической гибели братьев Игнатовых прошел в поселке Баки Северского района. 10 октября 1942 года партизаны Евгений и Евгений Игнатовы шагнули в бессмертие, пустив под откос вражеский эшелон. Сейчас на этом месте стоит памятник героям Советского Союза. И несколько раз в год к нему с цветами и венками приходят люди. Приходят, чтобы почтить память и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Наша святая обязанность помнить об этом, чтить память наших героев, благодарить сегодня же живых ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Давайте беречь то, что нам подарили наши предки. Мир, безопасность, нашу великую страну и быть патриотами не только на какие-то праздники говорить какие-то громкие слова, а ежедневно, ежечасно, каждый на своем рабочем месте. Я желаю всем мира, благополучия, стабильности и чтобы наша страна всегда процветала. Подвиги своих героических земляков в Северском районе не забывают. Как помнят всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и ковал победу в тылу. И эта светлая память, передаваемая из поколения в поколение, не должна угаснуть в веках. Осталось 71 участник Великой Отечественной войны в нашем районе. Я обращаюсь к вам. Давайте мы соберем еще раз, пообщайтесь с ними. Это живые герои, это уходящая история. Давайте пообщаемся с участниками войны, пообщаемся с детьми, которые были свидетелями оккупации и освобождения Кубани. И к концу этого года постараемся издать книгу о веянной славе и родной Кубани и с воспоминаниями живых свидетелей войны. Великую Отечественную войну выстрадал и выиграл многонациональный советский народ. И помня об этом, венки и цветы к обелиску возложили глава Северского района Адам Джарим и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев, почетные гости администрации и ветеранских организаций города Краснодара и Тахтамукайского района Республики Адыгея, жители и ученики городских и сельских поселений. Это лучше всяких слов доказывает, что наш народ, как прежде, един, о памяти героев жива. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Говорит и показывает «Атаман». Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова